Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о отцовстве. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как мы, как отцы, влияем или должны влиять на формирование и развитие наших детей. И когда мы с вами говорим о влиянии, говорим о воспитании, вообще, знаете, когда мы начинаем говорить о воспитании, по большому счету, у многих людей есть определенный такой стереотип, что оно сводится к двум вещам. Первое – это нравоучение, когда мы объясняем, что такое хорошо, что такое плохо. Как правило, это происходит после того, как наш ребенок на беда курит. И второе – это наказание, которое является святой обязанностью каждого, наверное, отца. Недавно я слышал такой диалог между мамой и папой, где папа отказывался наказывать ребенка, и мама в сердцах выпалила ему, что это же твоя обязанность. На самом деле, все далеко не так. Я бы даже сказал, все далеко не так просто. Нравоучения, а я бы хотел сейчас остановиться пока только на них, они просто не работают. Дело в том, что самое важное в жизни наших детей – это не то, что мы им говорим. Хотя, наверное, дефицит вот этого общения с детьми, он, наверное, самый вопиющий сегодня в наших домах, в наших семьях. Отцы очень мало проводят времени со своими детьми. Но когда мы с вами, знаете, вот такие вот молчащие папы, лежащие на диванах, гуляющие там со своими друзьями, занимающиеся карьерой, там, каким-то служением, своими делами, вдруг просыпаются, когда ребенок совершит какой-нибудь проступок, и начинают читать нравоучения, так вот это не работает. Более того, скажу, друзья, это работает как раз в противоположную сторону. Чтобы наши слова, чтобы наши правильные слова, они были действительно работающими, чтобы они достигали сердца детей, нужно три вещи. Во-первых, соответствие. Наши слова должны соответствовать нашей жизни. Дети видят, что, говоря правильные вещи, мы не живем правильно. Второе, что очень важно, и оно должно присутствовать в нашей жизни. Второе, очень важное, когда мы говорим что-то нашим детям, это своевременность. Я не имею в виду своевременность, то есть моментально после проступка. Я имею в виду, что они должны быть до того, как человек что-то сделает. Нравственные ориентиры, что хорошо, что плохо, должны быть заложены в нашего ребенка, в наших детей до того, как, что, скорее всего, поможет предотвратить проступки. И третье, наши с вами слова должны звучать постоянно. Мы не должны быть молчащими всю жизнь и говорящими в момент каких-то проблем. Наша с вами задача быть теми отцами, которые постоянно говорят. Потому что написано, что мы должны с вами учить наших детей на дороге, в доме и где бы мы ни были. То есть мы должны делать это постоянно, а не только когда он совершит какой-то проступок. И только тогда наши слова действительно будут иметь деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!